так всем добрый день продолжаем рассматривать программу VALTEK и рассмотрим сначала исходные данные итак нам нужно заменить и найти свой город ввиду того что каталог здесь один российской федерации ну в данном случае я вот этот вариант еще республики ну и город выбираю соответственно данные для того чтобы нам сопоставить расчеты уже существующим VALTEK так дальше нам нужно выбрать тип здания здесь представлено достаточно большое количество но у нас жилое одноквартирное так дальше здесь можно задаться различными обозначениями там номер проекта наименование проекта и так далее сам проект организации кто разработал я уже дальше не буду здесь такая вводная информация то есть кому нужно то есть можно ввести так следующее действие мы будем рассчитывать изначально расчет теплопотерь остальные расчеты рассмотрим позже ну и будем сопоставлять данные расчеты с другими программами так я нажимаю расчет теплопотерь так здесь мне уже высвечивается справа рабочее окно ну и здесь сразу высвечивается закладки по которым мы в дальнейшем и пойдем так изначально мы выбрали свой город здесь у нас отобрались те данные которые присутствовали справочная информация по климатологии свода правил так здесь что нужно нам сделать нам нужно добавить наши температуры которые будут участвовать в расчете то есть у нас будет участвовать в расчете во первых температура это 21 грамм в жилой комнате так влажность поставим но здесь 50 на 60 процентов поставим 55 так и при данной температуре то есть там высвечивается нормируемые значения по снипу тепловая защита зданий увы 2003 года а не по своду правил 2012-13 годов но в данном случае они совпадают отличия нету по значениям то есть там те же самые таблички приводится здесь никаких изменений нету так и нам еще понадобится другие помещения а именно нам понадобится 19 градусов это у нас будет в кухне давайте тоже поставим 55 так и нам понадобится температура в холле 18 градусов так ну и все остальные температуры рекомендую сюда забивать и выставлять для того чтобы в дальнейшем в расчетах нам можно было их применить а не водить заново при каждом расчете этапов и так вот что касаемо исходных данных для расчета теплопотерь это у нас этап 1 и сведения о проекте так ну а следующий расчет это у нас уже идет расчет ограждающих конструкций которые рассмотрим в следующем видео всем спасибо за внимание ну и до следующего видео